А теперь о том, как казахстанцы отреагировали на послание президента. В Казнете активно обсуждают озвученные Касамжимартом Тукаевым инициативы. Об этом подробнее расскажет Дмитрий Двойнев. Дим, ставлю на то, что самая популярная тема это пенсионные накопления. Сама, знаешь, интересуюсь. Вот зришь в корень. В социальных сетях развернулись настоящие баталии. Все подробности в рубрике хэштег. И вправду одна из самых обсуждаемых. Новость о том, что пенсионные накопления теперь можно будет перечислять на счет. Вот Басыбанк и копить на нем деньги для того, чтобы в будущем приобрести жилье. И вот что по этому поводу пишут люди. Пунктуацию и орфографию мы сохраняем. А если жилье есть, можно рассмотреть вопрос покупки дачи или участка? Мы могли бы хоть овощи выращивать для своей семьи. Можно было бы посадить яблоневый сад. Такие цены сейчас на продукты. Хоть плачь, хоть вешайся. Но жаль, что это повлияет на стоимость жилья. Порог достаточности у тех, кто уже имеет жилье, их большинство. И они же будут влиять на ситуацию с арендным жильем, где цены подскочили в космос. Тем, кто копит на свои долгожданные первые квадраты, остается только смириться с тем, что нынешние грезы-одвушки превратились в однушку. На следующий год в участок. Не остался без внимания и месседж президента чиновникам, просто так отсиживающимся на своих рабочих местах. Касым Жамартукаев предупредил госслужащих, что все, кто сомневается в курсе главы государства и не справляется со своей работой, более того, уклоняются от выполнения поручений президента, должны уйти с занимаемых постов. Такое заявление вызвало бурю эмоций на просторах Казнета, потому что накипело. Если хотят отсидеться, пусть идут в другое место. В места не столь отдаленные. Я двумя руками за. Раз не справляются или не хотят, пусть идут на завод работать. Правильно он их. В правительстве много людей, которые хотят получать зарплату и не хотят работать. Президент правильно поставил вопрос ребром. На этот раз мы решили не ограничиваться мнениями, собранными только на просторах интернета, и попросили наших корреспондентов поинтересоваться у людей на улицах, осмотрели ли они послания и что им запомнилось. Это повышение МЗП, вероятные выборы Акимов районов, и дети, которые бросают учебу, о чем тоже говорил президент. Предлагаю послушать глаз народа. Послание, конечно, очень интересно, и нас затрагивает именно работников любых сфер деятельности. То, что, да, действительно предполагается, что с первого у нас января будет повышение минимальной заработной платы. Конечно, хотелось бы, чтобы это не отразилось на налоговых наших, вот всех вот углеводных поступлениях. Если, например, Аким будет выбираться именно конкретно теми людьми, которые будут сами понимать, участвовать в этом деле, то, я думаю, вот это участвующее управление, оно будет передаваться этому Акиму, и он будет понимать, какие есть потребности конкретно в данном населенном пункте. Есть молодые люди, которые бросают учебу. И, наверное, это зависит от того, что некоторые неправильно выбирают свою специальность. И наш глава государства Касымжемарт Кемельич Токаев сказал о необходимости создания условий для ранней профориентации. Знания должны быть гибкими, знания должны быть применяемыми. Каждый педагог раз в пять лет проходил повышение квалификации, теперь этот срок уменьшается до трех лет. Потому как происходит очень важно многих извинений в области образования. И чтобы современный педагог этим изменениям соответствовал, нужно необходимо постоянно работать над повышением своей квалификации. Это был обзор просторов Казнета и мнение казахстанцев. Приятно, что люди активно выражают свое мнение, а значит, им не безразлично будущее страны. Знаешь, Дим, главное, что каждый казахстанец нашел что-то для себя важное в послании президента. Продолжение следует...